Наклон вперед из положения стоя, подъем туловища, из положения лежа на спине, подтягивания на перекладине, рывок гири, бег на разные дистанции и многое другое. Самарцы сдают нормы комплекса ГТО. Александр Волков по профессии сварщик-водолаз, поэтому старается держать себя в форме и занимается физкультурой. Мне сказали, что можно прийти посмотреть на это мероприятие. Я думаю, почему бы не попробовать? Ну, просто проверить себя. Я, честно говоря, не знаю, какие нормативы я как укладываюсь. Делаю это первый раз, но просто для себя решил попробовать. Популяризация спорта работает. Мероприятия разные спортивные, спорткомплексы, фитнес. По телевизору у нас все это освещают, поддерживают. Ну, я думаю, народ подтягивается. В этот раз подтянулись в прямом и переносном смысле 88 человек. Столько самарцев испытали свою силу и выносливость во дворце легкой атлетики. Принять участие в фестивале ГТО можно с шести лет. В зависимости от возраста каждый проходил нормативы по своей ступени. Четыре испытания обязательны и несколько по выбору. По итогам фестиваля участники получили заслуженные значки «Готов к труду и обороне». Что дает знак ГТО? Ну, прежде всего, это возможность оценить свои силы, свою физическую подготовку. Во-вторых, это получить знак отличия. Золотой знак, серебряный или бронзовый. И для многих, на многих предприятиях, учебных заведениях сейчас введена система поощрений. Участие в таких соревнованиях бесплатное. Испытать себя может любой желающий. Нужно всего лишь зарегистрироваться на портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подать заявку в один из центров тестирования. Фестиваль стал неотъемлемой частью физкультурных событий в городе. На портале ГТО уже зарегистрировано 150 тысяч самарцев. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. Участникам соревнований.